У нас сегодня тема больше для сферы туризма, это не значит, что мы не ждем других участников, просто у нас фокус больше на работу в сфере туризма, это может быть интересно туристическим информационным центрам, отелям, ресторанам, в общем, всем тем, кто работает в сфере туризма, хотя, в общем, с ней работают, на самом деле, все. И даже библиотеки, и музеи, и, в общем, все, потому что всем нам нужны посетители. Так, ну, наверное, тогда начинаем. Егор, ты, наверное, какие-то первые слова скажешь. Я вот тут подготовила, пока Егор тоже тебя предупрежу, я тут подготовила потом, может быть, после того, как выводных слов, я подготовила несколько примеров, так что вот можно будет подробно рассмотреть. Так что можно, наверное, начать. Можно я все-таки пока еще раз попрошу всех написать, откуда они что представляют, потому что ты уже написал, что учебное заведение, хочется понять вообще, кто у нас сегодня слушатели, чтобы чуть адаптировать рассказ. Пока вы пишете, я все-таки начну, буду исходить из того, что вы не очень знаете, что такое Easy Travel, ну, раз уж никто не сказал иначе. И поэтому в общих словах скажу, что Easy Travel – это крупнейшая в мире платформа аудиогидов, бесплатная платформа, где любой желающий, неважно, будет ли это крупный государственный музей, и человек может размещать свои собственные аудиогиды, как YouTube, куда люди заливают ролики, вот такая же платформа, только не для видеороликов, а для аудиогидов. Аудиогиды бывают двух типов. Это либо для прогулки по улице, когда все истории привязаны к карте, к GPS, и с точки зрения пользователя это идет так, вы вставляете наушники, запускаете экскурсию и убираете телефон в карман, все. Дальше происходит магия, потому что все истории включаются сами в нужных местах, между ними включаются навигационные подсказки, которые говорят, где свернуть, куда идти, где обойти здание, куда дальше. Конечно, все это делаете вы, как авторы, и человек может гулять в совершенно незнакомом городе часа, два, и даже не смотреть на карту в телефоне. Если аудиоэкскурсия сделана правильной, вы, например, ведете по маршруту, промерили время звучания истории, сопоставили с расстоянием между точками, это для уличной экскурсии. Но также можно создать и музейный аудиогид, и у нас на платформе с нами работает 2500 музеев во всем мире, если говорим про Россию, то большинство крупнейших музеев, Третьяковка, Пушкинский, Русский музей, Исторический и многие-многие другие, они практически ко всем своим выставкам публикуют аудиогиды и на Easy Travel, помимо того, что аудиогиды делаются на арендных устройствах. И в музее GPS там не работает, но там работает по классической схеме с номерочками, которые обычно висят около картины или с QR-кодами, или есть еще ряд других способов, но, наверное, сейчас не так важно. Итак, мы говорим о платформе, которая позволяет любому желающему, от частного лица до крупной организации, создавать свои аудиогиды по улицам и по музеям. Все это совершенно бесплатно. Зачем это нужно? Или даже не так скажу. Если у нас сегодня тема туризм, то как это могут использовать организации туризма? Ну, очевидно, что чем город интереснее для путешественника, и мы в первую очередь говорим о самостоятельных путешественниках, не о групповых, которые приехали на автобусе с экскурсоводом, у них, в общем-то, программа составлена, их как-то развлекают, а о самостоятельных путешественниках, то, очевидно, у каждого возникает вопрос, а зачем мне ехать в ваш город? Какой смысл? Что я там узнаю? И такие путеводители помогают сформировать человеку смысл, зачем мы ехали, помогают ему почувствовать, что окей, да, я знаю, зачем я доеду, и я точно знаю, что мне там будет интересно. Потому что меня там ждут ряд экскурсий. Ни одна, ни две, а может быть много на разные тематики, потому что аудиогиды бывают и для детей, и для взрослых, и с квестами совершенно на произвольные тематики, там вот классической исторической экскурсии или архитектурной до таких прогулок по ресторанам и барам. Все это совершенно нормально, и форматы могут и должны быть разными. Но самое приятное еще и в том, что аудиогиды могут быть не только для пешеходных экскурсий, как аналоги классических, но вот эта автоматизация позволяет сделать то, что невозможно сделать с обычным экскурсором, например, сделать аудиогиды для поездов, для автомобилей, для велосипедистов, для беговых маршрутов, для лодочных каких-то туров и так далее, и так далее. И это позволяет еще создавать экскурсии не только по городу, но и по пути к городу. Ну, например, я думаю, Оксана дальше покажет конкретные примеры, но очевидно, что большинство городов Московской области или регионов, расположенных вокруг Москвы, заинтересованы в том числе, чтобы привлечь туристов из Москвы, как из крупнейшего мегаполиса страны. То же самое, естественно, по всем регионам. Есть столица, где много людей, и все окружающие города и регионы хотят привлечь оттуда гостей. Соответственно, чтобы им было не скучно ехать, чтобы скрасить для них самую, казалось бы, тяжелую часть путешествия, вот это пробки, дорогу, час ехать в электричке или в машине толкаться в пробках, можно превратить эту скучную часть путешествия в его неотъемлемую часть, причем в интересную, когда можно рассказывать, что человек видит за окном, нимо чего проезжает, подтолкнуть его где-то, свернуть, чтобы увидеть какое-то необычное место. И здесь аудиогиды тоже очень помогают. Ну и в целом, благодаря тому, что на сегодня на платформе зарегистрировано уже десятки тысяч авторов, и опубликовано больше тринадцати тысяч аудиогидов в ста странах мира, двести тысячи городов, семьдесят языков, и все это постоянно пополняется. И это и издательства, и музеи, и турвласти, и экскурсоводы, и турбизнесы, и прочее, прочее, прочее. Уже есть большое количество контента, который можно не создавать, а использовать, наоборот, для развития туризма, например, в своем регионе. И дополнить только то, что нам важно не хватает. И можно оперироваться с разными, которым тоже нужны эти гиды. И опять-таки я дальше передам слово Оксане, она покажет примеры, но просто несколько озвучу. Если вы, опять-таки, так как никто-то мне не написал, откуда вы, я еще раз призываю написать, кто вы и какую организацию представляете. Но еще раз, если мы говорим про тему туризма, то вот экскурсии в том, чтобы в вашем городе стало интересно, они нужны не только вам. Они нужны туристическому бизнесу, отелям, ресторанам. Они нужны общественному транспорту. Они нужны магазинам и сувенирным лавкам, которые в том числе живут благодаря туристам. И их также можно использовать в своем проекте, пусть не с точки зрения создания контента. Скажем, отель не знает ничего про создание контента, зато у него есть очень мощный пиар-ресурс. И отель может рассказать гостям города о том, что в городе есть такая экскурсия. У нас очень много примеров, когда местный ТИЦ создает экскурсии, а все отели размещают у себя плакатики, открыточки совершенно безвозмездно с информацией об этой экскурсии. Или очень красивые примеры, когда местный ТИЦ кооперируется с местным музеем, например, историко-архитектурным или городским музеем, и создают аудиогиды для маршрутов обычных городских автобусов, общественного транспорта. И получается, что в небольшом городе, в котором никогда бы в жизни не было хопон-хопов автобусов, которые есть в крупных столицах, вдруг появляется свой хопон-хопов по цене обычной поездки на 30-50 рублей, благодаря тому, что город решил, что это круто. Он рассказывает об этом на сайте города, на каких-то информационных ресурсах, на автобусных остановках. В общественном транспорте в автобусе появляются плакатики, а местный музей, как знаток и информация о городе, делает экскурсию вдоль автобусного маршрута. Получается, это совершенно классная тема, когда обычный городской рейсов автобус превращается в туристический хопон-хопов. Есть примеры, когда город кооперируется с электричками, которые везут к нему людей, потому что для электричек тоже интересно, чтобы в ваш город приезжали люди, потому что для вас это туристы, а для электрички это пассажиры. И они начинают либо создавать, либо просто промоутировать, развешивая на стенах в электричке плакатики информационные, что «О, а теперь в нашей электричке можно слушать экскурсию и привлекать к себе новый пассажиропоток, который приезжает в ваш город». И так далее, и так далее. Вот таких примеров кооперации между разными бин-вин организациями у нас много. И в зависимости, я вижу, что спасибо, начали уже писать кто откуда. Мы можем показать, рассказать и научить, как это делать. Ну вот вижу, что Наталья из Тульской библиотеки для слепых. Вот как раз пример с автобусами. Это тульский пример. Когда тульский историко-архитектурный музей вместе с автобусным парком сделал аудиги для автобуса номер 3. И теперь можно в Туле сесть в обычный рейсовый автобус номер 3, который более-менее по центру города проходит. И в нем слушать экскурсию, обзорную по городу, по интересным архитектурным местам, которые там происходят. Наверное, вот такая вводная часть у меня закончена. Дальше, чтобы было понятнее, давайте перейдем к примерам. Ирина, спасибо за теплые слова. Так, коллеги, я тогда сейчас включу демонстрацию экрана и пройдусь действительно по примерам. Так, я не знаю, у меня в принципе здесь какая-то такая... Давайте я сначала вот с общего начну, чтобы это как-то более структурировано было видно. Вот то, что Егор говорил, какие аудиогиды можно сделать на платформе. Здесь какой-то перечень таких идей, вот он в таком виде списка, может быть, вам так удобнее визуально на это посмотреть. Здесь и про электрички, и велопрогулки, и автобусы, и трамваи, и квесты, и гиды на разных языках, и инклюзивные проекты, и тематические прогулки, и мобильный театр. Ну, в общем, вот такой вот общий перечень, который, ну, вот просто держите, что называется, у себя в памятке в какой-то, что вот если вы вспомните о какой-то идее, да, то вот на платформе ее можно реализовать. Ну, и очень важно, Егор тоже об этом говорил, что когда вот эти проекты можно делать с разными партнерами, таким образом распределяя, так скажем, груз, не ответственность, распределяя вашу работу между разными партнерами. То есть вы таким образом не полностью на себя берете производство аудиогида. Вы можете, допустим, привлечь местную радиостанцию, потому что вы поставите ее на, ее логотип на обложку вашего гида, они вам, так сказать, помогут озвучить ваши истории. То есть это такой пример кооперации, когда и вам хорошо, у вас нет затрат на озвучку, и радиостанции хорошо, потому что с этим аудиогидом ходят все, так сказать, туристы, и они видят, что это при поддержке этой радиостанции, можно кликнуть на эту ссылочку, перейти на их сайт и так далее. Вот. Или работа с разными предприятиями, да, вот я покажу вот сейчас два примера из Ярославской области и из Тульской, где аудиогид спонсировал создание аудиогида, ну, такое предприятие. В одном случае Кордиант — это шинный бренд, в другом случае это Тульское молоко, это производитель молочных продуктов Тульской области. Вот они тоже вышли на эту арену создания аудиогидов, потому что это для них новая медиа, раньше они были представлены, не знаю, на сайте, ну, понятно, своей продукции в первую очередь, да, но в медиапространстве там сайт, может быть, соцсети, а тут возможность еще и рассказать о себе, ну, понятно, через подачу, через сторителлинг рассказ о городе, они еще аккуратно, так сказать, рассказывают о себе в такой нативной рекламе, и вот такие примеры я сейчас покажу. Так, ну, вот с этими слайдами все, я тогда сейчас переключусь на демонстрацию, так, сейчас я только разберусь, как это сделать, так, остановить и включить демонстрацию Chrome. Там, где у нас Chrome, где у нас Chrome, так, полное, что вот это, так, демонстрация экрана. Так, ну, и давайте пройдемся по примерам. Ну, чтобы посмотреть любой пример, напоминаю, чтобы посмотреть любой пример на платформе, вы просто заходите на сайт Easy Travel, через красную кнопочку «Послушать» нажимаете на нее, и в окошке поиска набираете либо ключевое слово, либо город, либо, ну, в общем, по любому признаку, так сказать, ищите аудиогиды. Все примеры, которые я буду показывать, вы, естественно, сможете потом самостоятельно посмотреть, и давайте начнем тогда. Итак, первый пример – это пример из Смоленска, это сделал вот Туристко-информационный центр Смоленска, называется он «Народный аудиогид. История Смоленска, рассказанная его жителями». В чем здесь смысл? Смысл в том, что, смотрите, я, еще раз, я рассказываю про проекты, это не значит, что мы каким-то образом участвовали в их создании, мы лишь площадка технологии, поэтому я, может быть, не всю информацию знаю детальную о том, как они создавались, то есть какие детали, это лучше уточнять непосредственно у автора, который это делал, то есть в данном случае это Туристко-информационный центр Смоленска, но общие детали я знаю, поэтому вот я на таком очень поверхностном уровне, но на самом деле дающим такое правильное направление мысли, вам буду рассказывать. Итак, это «Народный аудиогид». На самом деле примеров таких народных аудиогидов у нас на платформе уже достаточно много, из разных городов, Великий Новгород и Рязань, и вот сейчас Омск готовится, и в этом примере, пример примечательен тем, что здесь истории о городе рассказывают жители, то есть я сейчас даже не показываю пример такого обычного аудиогида классического, который просто рассказывает о городе, диктор вам читает, вы идете по городу, диктор рассказывает истории, это все понятно, это, ну, это, в общем, ничего сложного в этом нет. Вот этот случай поинтереснее, потому что, на самом деле, пройти по городу, ну вот, и как будто вот на каждом углу этого города вас встречает местный житель и рассказывает какую-то свою историю, это совершенно другой опыт, и сделано это для того, чтобы, кроме обычного аудиогида, который Смоленский терем уже сделал, то есть он уже давно достаточно существует, вот они еще сделали такой проект для того, чтобы, ну, показать город, ну, каким-то более дружелюбным, более такой вот, таким вот человечным, не знаю, то есть чтобы вот истории, которые выслушали, они были такими живыми, рассказанными обычными людьми, то есть там учительницей, не знаю, экскурсоводом, не знаю, там актрисой театра, работником радиостанции, ну, неважно, то есть вот люди совершенно такие вот обычные жители Смоленска. И примечательно еще, чем этот проект, вот я говорила, что проект можно делать в сотрудничестве с кем-то, вот в данном случае они его сделали в сотрудничестве с радиостанцией, вот он, спонсор этого тура, вот здесь в гиде это всегда видно, весна 102,7 FM, то есть они пригласили людей на радиостанцию, и прям люди приходили к микрофону, рассказывали свои истории, потом эти аудиотреки просто закладывались в аудиогид, и все, так сказать, вот, собственно, законченный проект, то есть ТИЦУ оставалось только нанести эти точки на карту, нарисовать линию маршрутов, в каждую точку подгрузить контент, все, гид опубликован, радует жителей уже, в общем, наверное, больше года. Это один пример, ну, вот на всякий случай покажу еще, сколько у туристно-информационного центра Смоленской области, вот у них еще раз, два, три, четыре, всего в общей сложности пять маршрутов, и сейчас они еще работают над автомобильным гидом из Москвы в Смоленск для того, чтобы привлечь путешественников из большого мегаполиса, чтобы люди чаще приезжали к ним, и приезжали не только, так сказать, на, ну, приезжали на своем транспорте, то есть приезжали на машинах и по дороге слушали истории. Вот такой пример как раз по поводу транспорта из Ярославской области, это проект, который был запущен трех, тремя сторонами, это Кордиант, в первую очередь, это крупнейший производитель шин Ярославия. Здравствуйте, здравствуйте, вы к нам. Что, не парни? Такого у нас нету. Очень, очень вам рады, если вы будете присутствовать, пожалуйста. Моем все хлоркой. Здравствуйте, Михаил Владимирович. Нажмите, пожалуйста, на мьют. Вера, вы меня слышите? Да, но у вас, видимо, этот подъезд мой. Так, я поняла, Вера меня не слышит. Сейчас, коллеги, одну секунду, я, Вере, отключу звук, чтобы она нам не мешала. Так, отключу звук. Так, все, поехали. Так, продолжаю демонстрацию экрана. Итак, значит, проект из Ярославской области, как я сказал, он трехсторонний с шиной бренд Кордиант вместе с департаментом туризма Ярославской области и журналистом Георгием Хачитуровым. Как были распределены, то есть, ну, сначала, что это за гид? Это гид, который вас, вам раскрывает потенциал, туристический потенциал, фактически раскрывает туристический потенциал Ярославской области. То есть, его задача, на самом деле, не просто рассказать вам истории, пока вы едете из Москвы в Ярославль на машине, но, на самом деле, его задача вас с этой трассы, что называется, спихнуть, чтобы вы, послушав истории о каких-то усадьбах, о каких-то фермах с хрустящими огурчиками, каких-то интересных локациях, которые есть вот по дороге, когда вы едете, чтобы вы сворачивали, чтобы вы туда заезжали, чтобы вы знакомились с ними, чтобы вы там, может быть, задерживались, чтобы вы, может быть, не в этот раз, но в другой раз туда обязательно заехали. То есть, этот аудиогид вас фактически, ну, его задача, то есть, вот, смотрите, вы как бы едете по трассе, и, казалось бы, точки, вот они, сами точки стоят на тех местах, о которых рассказ, но рассказ звучит именно тогда, когда вы едете по трассе, то есть, когда вы едете по трассе, вы слышите о истории о каком-то объекте, который находится там нескольких километров, если свернуть направо, и если бы вы ехали просто так на машине, вы бы никогда об этом не узнали, да, ну, максимум, вы бы узнали из указателя, который на дороге показывает, что направо там какое-то там село Максимка, да, а что там происходило, и кто там жил, и, может быть, там какие-то интересные истории, и вам об этом никто на указатель не расскажет, а здесь как раз получается, что вы едете по этой дороге, и вот вам рассказывают эти истории, и вам, конечно же, ну, особенно если истории рассказаны интересно, то есть, не просто кто, когда, там и что, а с какой-то изюминкой, с какой-то такой интересной подачей, конечно, вам захочется туда заехать. Ну, и Ярославль — это не предел, дальше это все идет вот таким огромным-огромным кругом по всей Ярославской области, то есть это путешествие может быть не на один день, или оно может быть частями, в этот раз вы поедете так, в другой раз вы поедете по другой дороге, и вот таким образом вы знакомитесь с Ярославской областью, какие там интересные локации, и, в общем, намечаете себе какие-то интересные точки для того, чтобы, может быть, посетить в другой раз. Вот, то есть этот проект был, еще раз повторю, он сделан, спонсировал его создание шины бренда «Кордиант», и там вставлено вот в некоторых историях, там вставлена такая, ну, аккуратная нативная реклама, то есть не просто «Кордиант», крупнейший производитель шинных и так далее, нет, там вставлены истории типа, а как вообще, из чего делаются шины, а как выращивается, как получается каучук, а где вот это все делается, и как там производство организовано. То есть вот такие, действительно, вот именно стори-теллинг, именно рассказ, который вам запомнится, который вас заинтересует. То есть вот это очень правильный подход, когда реклама такая не в лобовую атаку, а вот такая завуалированная с помощью интересных историй, и вы уже запомните совершенно точно и название этого бренда, и, в общем, это такой хороший способ продвижения. Ярославская область участвовала здесь в части продвижения, то есть если «Кордиант» оплачивал работу журналиста Георгия Хачатурова, который, собственно, работал над этим историями, то Ярославская область занималась здесь продвижением, то есть она готовила листовочки, там QR-коды, которые ведут на этот аудиогид, эти листовочки раскладывались там везде, не знаю, там на заправках, в туристско-информационных центрах по дороге, то есть они, так сказать, сделали все для того, чтобы люди об этом узнавали, где-нибудь заехав в какое-нибудь заведение по дороге. В общем, задача, мне кажется, выполнена великолепно. Более того, гид уже существует больше года, он пользуется популярностью, люди, так сказать, слушают его, это видно и по отзывам, и по статистике. В общем, отличный проект, который Ярославская область, ну, вместе с «Кордиантом» они сделали. Все, он запущен, дальше можно заниматься другими совершенно делами, а эта штука работает годами. Так, дальше пример покажу из Ростова-на-Дону. Это департамент экономики города Ростова-на-Дону. Сделал, вы не поверите, раз, два, три, шесть, семь, восемь, девять маршрутов по Ростову-на-Дону. По одному городу девять маршрутов. Два из них, все пешие, два из них веломаршрут и для поездки на автобусе. То есть вы можете погулять по определенным районам города, то есть этот аудиогид не полностью по всему городу, в смысле эти восемь маршрутов, они по каким-то локациям в городе. Вот, вы можете там по бульвару пройти, там по набережной, по Буденновскому проспекту, по театральной площади. Специально так сделано, на самом деле это удобно, да, потому что человек, ну, понятно, он за один раз не пройдет весь город, а он находится вот в этом районе на Хичеване. Вот именно здесь сейчас он по этому району пройдет и послушает какие-то истории. Как я сказала, примечателен этот проект тем, что они сделали еще и для разного типа прохождения, да, то есть пеший маршрут, вот белая экскурсия, вот автобусный маршрут. И если вы посмотрите, в правом верхнем углу каждой плашечки, ну, практически каждой плашечки, значок IN и RU, да, это значит, что аудиогид одновременно доступен и на английском языке, и на русском. То есть это еще сделано с расчетом на гостей иностранцев. Вы в приложении просто, если у вас англоязычный интерфейс, вы сразу попадете на англоязычный тур, если у вас русскоязычный интерфейс, на русскоязычный. Ну, или выберите вручную. Вот такой, значит, проект. Дальше. Ну вот, это вот подробнее про автобусный маршрут. То есть вот он, ну, технически сделано это следующим образом. То есть вот нарисована линия маршрута, как этот, именно этот третий номер ездит, да, по городу. И просто каждая история поставлена в виде точки на этот маршрут, и вы по дороге едете и слушаете истории. Для автобусного маршрута надо понимать, что истории не должны быть длинные, потому что скорость движения автобуса выше, чем у пешехода. И поэтому истории там буквально, ну, вот, там, не знаю, 30-40, меньше минуты должны быть, чтобы успевались, человек успевал их слушать одна за другой, чтобы они, чтобы их не пропускать, да. Пример из Углича. Это туристко-информационный центр Углича, который наши давние-давние друзья, партнеры замечательные. Еще вот Юлия Воронова начинала этот проект делать. Вот, здесь тоже уже несколько лет эти гиды существуют на платформе. Вот они тоже сделали разные маршруты, несмотря на то, что Углич — небольшой городок, да, вот они сделали такие разные подбор, ну, тематические маршруты. То есть здесь улица Ростовская, или про частные музеи Углича, прям отдельный аудиогид, или прогулка по Успенской площади, Углич православный, там, 19-20 век. То есть они вот, несмотря на то, что маленький городок, они вот умудрились несколько таких вот разных тем поднять. И вот один раз ты приедешь, послушаешь про православный, другой раз ты приедешь, послушаешь, там, пройдешь по Ростовской области. Ну, в общем, это сделано для того, почему так много маршрутов, да, казалось бы, можно было сделать один, и ладно. Сделано для того, чтобы человек возвращался, чтобы он один раз прошел, и ему понравилось, и он приехал сюда еще раз, рассказал своим друзьям. То есть, поэтому вот создавать несколько маршрутов – это очень хорошая история. Так, пример из Рязани. Это Туристко-информационный центр Рязани. Нас очень удивил. Мы совершенно, ну, как-то случайно совершенно… Ну, не то, что случайно, мы видим публикующийся контент, мы отслеживаем каждый день, смотрим, и мы в курсе, что публикуется на платформе, но просто они раз так и опубликовали такой, на самом деле, замечательный шедевр, я бы даже сказала, потому что это не просто прогулка по городу, это прогулка с академиком Павловым. То есть Павлов жил в Рязани, и прогулка не просто с академиком Павловым. То есть вы идете… Актер, который читает текст прямо от первого лица, он как будто вы идете рядом, как будто этот человек идет рядом с вами и рассказывает о себе, о городе, о том, что представляла себя Рязань в XIX веке. То есть вы идете по местам, которые каким-то образом связаны, где он учился, где он там, не знаю, там с мальчишками играл, где его дом, в котором он родился, и вы вот как будто бы с Павловым идете по маршруту. И на самом деле эффект аудиогида, он совершенно потрясающий именно в том, что вы как бы оторваны от реальности. То есть вы благодаря тому, что у вас наушники в ушах, вы идете не здесь. То есть вокруг вас, не знаю, XXI век, а на самом деле вы мыслями, впечатлениями, картинки, которые вы благодаря этим рассказам рисуете у себя в голове. И, кстати, гид иллюстрирован замечательными архивными фотографиями. Вы вот погружаетесь вот в эту среду, там, сто с лишним лет назад. И вот это, конечно, совершенно другой опыт. То есть Рязань для вас становится какой-то совершенно удивительной, новой. И вот у них сделано тоже несколько маршрутов, прогулка с Академиком Павловым. И есть еще классическая прогулка по Рязани. И есть еще поездка в гости к поэту. Это такой автомобильный маршрут из Рязани в Константиново, где Есенин жил. А еще они сделали свой, собственно, аудиогид для электрички. То есть для того, чтобы люди, которые приезжают к ним из Москвы по дороге, ехали, тоже слушали истории и про места, мимо которых они проезжают. Ну и как-то готовили себя к посещению Рязани. Вот. То есть вот Туристко-информационный центр Рязани просто замечательные совершенно примеры показывает. Вот такой, продолжая тему таких иммерсивных спектаклей, покажу еще пример из Череповца, который сделал местный, не турист-офис, но вообще, да, туристический офис совместно с театральным, с театром, с информационным порталом Череповца. Коллеги, кто подключается, пожалуйста, выключайте звук, чтобы ваши звуки, звуки с вашей стороны не попадали в эфир. У меня для этого нужно отключаться каждый раз. Ну, коллегам это не очень удобно, поэтому сделайте это, пожалуйста, сами. Значит, пример из Череповца. Здесь совершенно потрясающие истории. Здесь, ну, вот я прям одну включу. Перед нами булыжная мостовая. Хорошая зарядка для стоп-ног. Это историческая мостовая. Глядя на нее, можем себе представить, как были замощены дороги основных улиц города. А тротуары покрывались деревянными мостками. Между мостовой и тротуарами канавы для стока висеть. Ну, слышите, да, невероятная артистичная подача, потому что, значит, Елена Кузьмина – главный режиссер и артист городского филармонического собрания. То есть она взялась озвучивать этот гид, и понятно, что это профессионал. И мало того, что здесь озвучка такая потрясающая, она еще и... Сами истории очень интересны. Единственное, здесь коллеги настолько хотели все-все-все-все-все-все рассказать, замечательные центральные улицы Череповца, что истории настолько интересны, но длинноваты, что, на самом деле, чтобы послушать все вот эти истории, там каждые по 4-5 минут, вам нужно, конечно, лучше всего так периодически садиться на лавочку и слушать их. То есть это больше для такого... Ну или удаленно, конечно, тоже очень хорошо получается слушать, потому что вы сидите дома, фактически такой аудиоспектакль или подкаст, вы можете просто историю слушать. На маршруте, когда вы идете, немножко сложновато, потому что слишком длинные истории не укладываются в тайминг, в скорость движения пешехода. То есть человек уже давным-давно отошел от этого дома, а все еще слышит эту историю. А при этом он уже рядом с другим домом, о котором тоже могла бы быть рассказана история. Поэтому вот рассчитывать тайминг, когда вы делаете ваш аудиогид, это очень важно. Всегда можно держать в голове формулу там одна минута звука, это где-то 80 метров. То есть за 80 метров человек пройдет, прослушает одну минутную историю. Соответственно, если у вас в вашей истории две минуты, вы должны понимать, что человек будет проходить расстояние 150 метров где-то за этот промежуток времени. И что ваша следующая история, она должна начинаться не ранее, чем вот это закончится. То есть вот чтобы вот следующая начиналась не меньше, чем за 150 метров от начала вот той, которая уже зазвучала. Вот. Но сам пример еще раз повторю. Невероятно интересная история. Я сама была в Череповце вот несколько месяцев назад, прошелась по этой улице, послушала. Очень интересно. Жалко, что зима была, конечно, не сядешь на лавочке и не послушаешь долго, но вот, конечно, в другое время года туда приехать с удовольствием я послушаю. Так. Из Вологодчины еще замечательный пример таких, такого сотрудничества. Опять вот я, помните, приводила пример Ярославской области, когда сделан гид в сотрудничестве такой вот трехсторонний. Здесь Туристко-информационный центр Вологодской области. Для того, чтобы показать потенциал области, чтобы рассказать о существовании таких замечательных городов, как Великий Устюг, Тотьма, Череповец, Устюжина и так далее, они сделали три маршрута, три маршрута из Вологды в Череповец, из Вологды в Конеги и из Вологды в Великий Устюг. Он такой тематический, в гости к Дедушке Морозу называется, очень хорошо популярностью, зимой пользуется. Вот, для того, чтобы люди путешествовали на машине, узнавали, заезжали в интересные локации, знакомились с областью, возвращались сюда, потому что здесь еще много чего интересного, на самом деле находится недалеко, ну, не так далеко от Москвы, поэтому расчет на то, что люди приезжают на машинах. Ну и понятно, что для своих жителей это тоже интересно. Значит, эти три гида, три аудиогида, три маршрута, они были сделаны в сотрудничестве с National Geographic, это журнал National Geographic, и его бывший главный редактор, сейчас консультант Ольга Яковина, великолепнейшая рассказчица, с приятнейшим голосом, и ее коллега Дмитрий Тельнов, вот они вдвоем работали над этим аудиогидом, они приезжали специально в Вологодскую область, они сами проезжали по этим маршрутам, потому что они очень такие дотошные ребята, они, так сказать, всегда хотят пощупать живую материю, то есть они хотят увидеть это все своими глазами, тогда они смогут это красиво рассказать об этом. Поэтому они приезжали, то есть им организовывали такой пресс-тур, они проезжали по всем этим местам, и по результатам вот этой поездки были созданы эти маршруты. Я не помню, там единственное, что это разнесено по времени, по-моему, один год один маршрут, другой год другой. Ну, детали не буду вдаваться, не точно все знаю, но суть в том, что это все сделано совместно с National Geographic, вот они тоже в спонсорах этого тура. На самом деле спонсорство на сайте не так удобно видно, как в приложении. То есть если в приложении открыть вот этот вид «Горячее сердце русского севера», приложение Easy Travel, то вот это спонсорское место на iOS-устройствах будет прямо под картинкой, там на Android-устройствах чуть ниже. То есть это такое вот место, которое фактически можно, ну, условно говоря, продавать, да, то есть если, ну, продавать не обязательно за деньги, в обмен там на какие-то услуги, да, то есть вы таким образом можете привлекать партнеров, ну, как я уже говорила неоднократно, в обмен на какие-то услуги вы можете добавлять их спонсорам в свой собственный вид. Ну вот, то есть «Горячее», значит, это у нас Вологодская область сделала такие, такой проект. Ну, покажу такой немножко подальше, все у нас европейская часть, покажу еще, ну, восток страны, потому что там и Дальний Восток, и Владивосток, и Хабаровск, и Красноярск, и Новосибирск великолепнейшие тоже делают маршруты. Вот пример из Хабаровска, такой обзорный гид по городу. То есть, ну, вот примеров таких огромное количество. Вы можете, еще раз повторю, вы можете сами зайти на сайт Изи Тревел, выбрать, допустим, Россия, если вам просто интересны все гиды, вот, и попутешествовать, выбрать либо конкретный город, либо просто посмотреть, какие гиды есть. Они отсортированы на сайте, они всегда сортируются по популярности, то есть сверху будут самые популярные. То есть удивительно, что панорама 812 года делает самые популярные гиды. Вот, здесь и музеи в перемешку, и уличные гиды. Ну, вы всегда можете здесь вот тип выбрать, туры, музеи или квесты. Также вы можете выбрать язык, который вам нужен. Вот, ну, наверное, по примеру... А, еще последний пример, поскольку у нас сегодня одна из участниц представляет инклюзивные проекты. Вот покажу специально для вас. Это проект, вы просто в поиске можете набрать слово «доступный», и вы получите ссылку на все проекты, которые относятся к этой теме. Для вас, наверное, будет интересно вот эта экскурсия с тифлокомментариями, то есть это аудиогид с тифлокомментариями для поездки по Садовому кольцу. То есть человек садится в автобус, ему единственное, один раз нужно нажать на кнопочку «Начать» в приложении, да, ну, или, может быть, кто-то ему поможет. Вот, и вот для невидящих людей или слабовидящих, человек садится в автобус, и все, и наушники в ушах у него, и он едет по круговому маршруту, то есть он не забудется, ему нигде выходить не нужно, то есть он просто час, час-двадцать, там, в зависимости от пробок, едет по вот этому Садовому кольцу и слушает историю. То есть история звучит автоматически, как только он подъезжает к локации. В чем особенность тифлокомментарии? В том, что в ней очень подробно описывается то, что человек обычный видит. Он видит, что, не знаю, там здание восьмиэтажное, у него там балкончики, оно такого-то цвета, человек, невидящий, понятно, этого не видит, поэтому для него это все нужно объяснять, что здание восьмиэтажное, у него вот такой вот очень нежный цвет, у него там вот там пять балкончиков здесь, его построили тогда. То есть, ну вот, просто в обычную такую краеведческую информацию еще вот включены вот эти описательные моменты для того, чтобы человек себе живо это представлял, потому что он не видит, ему нужно, он в своем воображении сможет это нарисовать. То есть вот такой пример, я думаю, что будет вам интересен. Понятно, что все гиды, которые я вам сейчас показывала, мы сейчас находимся в режиме самоизоляции, мы не можем выходить, мы не можем путешествовать, и на самом деле присутствие на платформе тоже решает эту задачу, потому что ваш аудиогид можно слушать из дома. То есть вот я вам сейчас показываю все эти примеры, вы, любой из вас, может точно так же зайти на сайт или в приложение Easy Travel, открыть любой из этих гидов и виртуально путешествовать по какому, погулять с тем же прекрасным Павловым по Рязани, там, с Ростов-на-Дону, то есть любой город, причем не только России, но и всего мира, вы можете вот таким образом открыть на платформе и послушать аудиогид. И еще один пример, забыла себе записала, забыла показать, вот то, что Егор говорил, очень важный пример, на самом деле, творящие экспрессы, это вот гиды для электричек, то есть сейчас фактически все направления из Москвы, они, по ним созданы аудиогиды, созданы они, Travel ЦПК, это оператор подмосковных электричек, то есть тот, кто отвечает за билеты, за поезда, за безопасность, ну и так далее, ну то есть они занимаются перевозками, и вот они для того, чтобы добавить своим пассажирам опыт не только, ну то есть не просто комфорт, так сказать, передвижения, но и интересные истории по дороге, чтобы люди больше путешествовали, чтобы не просто там на дачу, с дачи или на работу, с работы, а чтобы они просто для того, чтобы там, ой, а куда бы ты мне сегодня отправиться, а давай вот по этой дороге поедем, господи, не знаю, сойдем на какой-нибудь станции, зайдем вот в эту усадьбу, погуляем там, вернемся, или поедем дальше, то есть это сделано для того, чтобы люди раскрывали потенциал московской и дальше, и дальше даже областей, чтобы они больше путешествовали, чтобы они электричкой пользовались не только в таких сугубо практических целях, как работа или дача, но и для путешествий. То есть таких аудиогидов создано уже, ну, несколько десятков, причем не только для путешествий по дороге, кстати, они еще и мультиязычные, то есть вот в Олимпиаде они перевели свои гиды на английский язык, и вот они будут получены сейчас весь этот ужас закончится, и люди будут продолжать путешествовать, и будут приезжать к нам иностранцы, и вот гиды пожалуйста готовы. Так вот, не только для поездок на на поезде, но и для прогулки по городу назначения, то есть вот вы едете в Дмитров, и вы гуляете по Дмитрову с той же замечательной Ольгой Яковиной, вы едете в Рязани, вы потом гуляете по Рязани с аудиогидом. Это могут быть такие поездки одного дня, то есть вы можете туда-сюда, так сказать, вот Владимиру из Москвы час сорок, да, то есть это вообще просто сказка, подарок, потому что вот вы уже гуляете по этому Кремлю, и Дмитриевский собор рассматриваете, все смотрите с этого чудесного холма, и всего лишь час сорок вы были, час сорок назад вы были в Москве. Ну вот, все эти аудиогиды по этому проекту можно найти, просто набрав в поиске говорящие экспрессы. Такой же проект запущен в Петербурге, «Экспресс в историю» называется. «Экспресс в историю». «Экспресс в историю» — вот этот проект, он из Петербурга. Сделаны практически все направления, тоже и Выборг, и Гачино-Балтийская, Петергофа, Раненбаум, Павловс Пушкин, чудо даже до Великого Новгорода, более того, даже мультиязычный. Сестрорецк, Белоостров, Невская Дубровка. Ну, в общем, вот название вы здесь видите, то есть это тоже аудиогиды. Здесь, правда, только для именно электрички, здесь нет по городам назначения, по городам назначения другие авторы делали. Там где-то библиотеки, где-то местные туристы-офисы, где-то от издательства вокруг света есть аудиогиды. То есть, ну вот, добраться в эти места тоже можно интересно, слушая истории. Или вот Екатеринбург, тоже местная компания сделали гид для того, чтобы вы ехали из аэропорта, сели на экспресс и по дороге слушали историю. Сейчас я вот что-то сходу его не найду. Зато я нашла проект еще МТС. Вот про коллаборации, да, то есть такой интересный проект, который запустил МТС. Это сейчас 15 гидов по разным городам. Это фактически они делают там работу местных турист-офисов, да. То есть МТС помог городу сделать аудиогид. То есть вот если в каком-то городе, не знаю, в Кемерово там или в Уфе не было своего аудиогида у местного турист-офиса, то, пожалуйста, пришел МТС и сделал его. И вот, пожалуйста, пользуйтесь. И, ну, таким образом сэкономил ресурсы города на создание своего гида. Так, коллеги, вот у меня все с примерами. Надеюсь, я не очень... Надеюсь, это было вам интересно. Вот. У нас еще остается 15 минут. У вас, если есть какие-то вопросы, я готова на них ответить. У нас сегодня... У нас сегодня в 3 часа дня будет детальный воркшоп по созданию аудиогида. То есть уже просто... Я сейчас вам показываю примеры, а так мы будем уже детально разговаривать, как писать истории, как озвучивать, как выкладывать на платформу. То есть это будет такой уже практически ориентированный воркшоп. Кому интересно, можете присоединиться. Если не будет возможности, я его запишу и потом размещу у нас в группе мобильный сторителлинг ссылку. Вы сможете в удаленном доступе все это посмотреть. Но не забывайте, что на самом деле у нас все обучающие материалы находятся на сайте. Вот если вы зайдете на сайт Easy Travel, в левом верхнем меню в смысле в левом меню выберите обучающие материалы и вы попадете на наш очень подробный хелп. Здесь и как делать уличные гиды, как делать музейные гиды. Здесь все пошаговые инструкции есть. Так что, в принципе, платформа, собственно, создана для того, чтобы люди самостоятельно могли делать аудиогиды. Поэтому у нас очень подробный хелп. Вы без всяких наших воркшопов можете это делать. Единственное, что наши воркшопы, мы рассказываем всякие тонкости, детали, которые вам помогают сделать не стандартный аудиогид, а такого хай-энд уровня, что называется, когда у вас с этими подсказочками все рассчитано по времени. То есть вы вот тонкость, зная вот эти тонкости технические, вы сможете их использовать, когда вы будете делать уже свой маршрут. Но еще раз, это не обязательно совершенно. Вы можете самостоятельно все изучать. Так, а я так замечательно показывала экран и его не включила. Сейчас одну секунду, быстренько пробегусь. Еще раз, где находится наш хелп. Наш хелп находится, вот заходите на сайт Easy Travel и здесь в левом верхнем углу вызываете меню обучающие материалы и вот открывается наш хелп, в котором и музеи, и уличные гиды как делать, и обучающие видеоролики. Все здесь есть. Так, все. Вот теперь я показала. Так, коллеги, готовы ответить на ваши вопросы? Сейчас я посмотрю в чат, может быть, ты тоже что-то спрашивал. Так, ну вот пока вопросов нету. Не знаю, если, если можно, я могу на самом деле сейчас вот буквально там какие-то детали сказать про платформу, если интересно. Ну, не знаю, мне хотя бы... Так, что про запись? Если сориентируете, что вам сейчас интересно послушать, у нас время еще есть, я могу это рассказать. Чтобы меня сориентировать, вам нужно что-то сказать или написать. Сейчас могу, знаете, что сделать? Пока покидать в чат ссылки на вот те аудиогиды, которые я показывала, чтобы вам их не искать, хотя найти их, в общем, довольно просто. Ну, вот сейчас вот прям кидаю в чат. Пожалуйста, вы можете их... Вы только их сразу открывайте, куда-то себе... Так, Яна Рута, это, наверное, Татьяна, да? Я делаю запись, и я размещу ее в группе «Мобильный стори-теллинг» в комментариях к посту про то, что... про вообще объявление, что у нас такой дом изи-советов запущен. Сейчас я вам скину ссылку на эту группу. Кто не присоединился к этой группе, добро пожаловать. Мы там рассказываем всякие интересные новости, объявляем... объявляем о проводимых мастер-классах. Расписание даем. Так. Так, Ирина Нестерова из Ярославля, бывший директор РНР. Так, сейчас занимаюсь продвижением чудесного проекта шоу «Макет. Золотое кольцо». Это частный музей. Есть на вашей платформе аудиогиды от подобных мест? Есть идеи, как можно сделать нестандартный аудиогид? Так. Да. Да. Значит, есть... есть такой... есть такие примеры. По-моему, в Петербурге есть... А, в Беларуси. Кстати, чудесный проект в Беларуси. Сейчас я ссылку найду, вам отправлю. В Беларуси делали ребята. Вот Егор как раз курировал их. Так, Егор, если вспомнишь название, подскажи, пожалуйста, есть ли здесь... Так, макет. Сейчас я попробую найти их. По-моему, он так назывался. Макет. 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 Так, по пути к Гранд-макету, Музей военной техники. Так, ну это... Если только мне всю Беларусь открыть, а можешь пока подсказать? Я сейчас найду. Белая. Подсказать, что? Про... Про... Это самое... Про... Про вот... Ну вот то, что Ирина спрашивает, какие... Как посоветовать... Аудиогид... Как делать аудиогид для подобных мест? Какие-то идеи, нестандартные подходы? Что здесь можно использовать? Я просто на некоторое время выпал из звонка. Прошу прощения. Поэтому, да, я потерял контекст. Да, да, смотри. Вот в чате просто Ирина задала вопрос по поводу того, что она сейчас работает с проектом... Сейчас посмотрю название. Золотое кольцо. Шоу-макет Золотое кольцо. По-моему, это макет Ярославской области. Если не ошибаюсь, я тоже видела в соцсетях анонс этого проекта. Это вот такой вот мини... Как Мадурадам. Я понял, да. Да. Ну, так же, в принципе, да. То есть, каждый объект... Я просто не знаю, какой это размер под открытым небом, это или нет. Соответственно, делать, если это где-то в помещении, небольшие макеты. Ну, так же истории, как и картине. Если это уличные какие-то объекты, ну, типа такого музея промыслов, где представлены под открытым небом, какие-то объекты, то можно делать это с привязкой к GPS на улице. Ну, нету принципиальной разницы. Картины — это черепок для археологического музея или макет какой-то сооружения или деревни. Да, там была интересная история. Я, кстати, Ирина вот вкинула в чат, нашла этот аудиогид, называется «Музей страна мини». Это в Беларуси это делали. То есть, это тоже... Он сделан через музейный аудиогид, не через уличный, а через музейный интерфейс. То есть, там как бы условные экспонаты и про каждый объект какие-то рассказы идут. То есть, в общем, ничем не отличается от такого стандартного аудиогида. Здесь вопрос только в том, какие вы истории будете рассказывать. И ссылочку не скинула. Так, вроде бы скинула. А, я... Оба раза я скинула частным Ирине. Сейчас, прошу прощения, сейчас я еще раз выберу все. Так, и теперь еще раз ее кидаю. Вот, бросила. Персеб я не... Да. Вот. Вопрос, какие истории будете рассказывать и как вы их будете рассказывать. Может, вы их придумаете, чтобы их рассказывали сами персонажи. Да, то есть, вот... Обитатель... Да, это прекрасно было. Замка, какие-то, не знаю, привидения или какие-то... Если это усадьба каких-то, значит, товарищей, вот глава этой усадьбы может рассказывать о своей усадьбе, как вот он здесь жил. То есть, вот эти вот... Эффект, когда рассказ от первого лица, то есть, вы... В этом аудио вы можете сделать такой настоящий аудиоспектакль, добавив вот, ну, просто простейшие звуки, простейший какой-то, может быть, сопровождающий музыку или еще что-то. То есть, такая не очень сложная работа звукорежиссерская, да, она добавит вам настолько другое впечатление, что, ну, это будет такой иммерсивный спектакль. Вот. То есть, еще раз. Ну, и, конечно, надо использовать преимущества, вот если мы... Опять-таки, я не очень представляю, как выглядит музей, но мы понимаем, что такие 3D-объекты, представляющие, не знаю, здания, сооружения, что-то еще, вот как в случае с музеем в Беларуси, то здесь важно, конечно, делать отсылочки к тому, что человек видит, управлять его зрением, потому что если объект можно с разных сторон обойти, то обойдемте его сзади или подойдите к левой стороне. Вот видите, в окошке то-то, то-то. То есть, объект позволяет играть с визуальными какими-то образами. Это я приведу противоположный пример, как не надо делать, и это часто, к сожалению, бывает в музейных аудиогидах, когда речь идет, например, про картину. Так вот, рассказ на картине вы видите море с закатом, плывущие корабли, бла-бла-бла. Вот это неправильное описание картин, потому что человек это и так уже видит, ему не надо описывать, что перед ним. Но вот в случае, когда речь идет о каких-то объектах, опять-таки, не надо описывать, что человек видит, он и так это видит, но управлять его взглядом. А вот посмотри на окошко на третьем этаже, видишь, оно другое, чем остальные. Потому-то, потому-то. Вот такие элементы, особенно в моменте, когда много деталей, и каждая деталь имеет значение, их как раз очень здорово в аудиогиде подчеркивать, потому что это вовлекает человека. Но если здесь получится, как предложила Оксана, дополнять какие-то звуковые эффекты, какие-то картинки и строить, ну, так было себе, толпа людей, если сделать, я сейчас сокомментирую то, что на экране, там, где это шум улиц или крихи, если это колокольня, то включить где-то звук колокола. Это очень просто делается, библиотеки этих бесплатных звуков, они доступны, но это действительно очень сильно расширяет такой эффект вовлечения. Ну да, да, то есть еще раз, диапазон от самого простого кейса, когда вы просто рассказываете ваши истории, и это тоже важно и нужно, потому что просто посмотреть это одно, а когда услышишь интересную историю, ты по-другому это воспринимаешь. Ну и качество вот этого рассказа, ну вот может быть, от самого простого до вот этих вот добавления звуков, актеров и так далее, то есть здесь уже все зависит от того, как вы хотите сделать. Вот, надеюсь, что мы, Ирина, ответили на ваш вопрос. Коллеги, если еще есть вопросы, может быть, не обязательно сферы туризма, вот если вы там из библиотеки или инклюзивный проект, или детские проекты, или еще что-то, я тоже готова сейчас вот что-то ответить на это. У нас вот эти ежедневно, в ежедневном режиме, кстати, анонсирую, кто еще не знает, у нас каждый день, вот сегодня понедельник, который всегда до конца недели, мы каждый день общаемся на разные темы. Сегодня у нас туризм, завтра у нас музеи, то есть мы завтра четко совершенно по музеям идем, и даже, наверное, там воркшоп в конце будет, потому что музейный гид с технической точки зрения делать очень легко. Вот, в среду у нас библиотеки, в четверг у нас детские проекты, в пятницу у нас инклюзивные проекты, то есть мы так раздробили это все, чтобы более сфокусированно давать информацию, вот, но приходить, естественно, можно в любой день, вот. И еще на этой неделе каждый день в три часа, три часа мы делаем воркшоп именно детальный по платформе, как делать аудиогид, то есть уже просто вот технически, как это все создавать, как выкладывать, а в четверг, а в четверг будет тоже в три часа, ну, не просто уличный аудиогид, а квест, то есть в четверг мы учимся делать квест. Так что ссылка на присоединение к этим всем активностям я вот сейчас кидала, по-моему, в чат в Facebook, да? Или так и не кинула? Не докинула. А, нет, кидала. А, отправила только Ирине. Так, прошу прощения, что у меня, как это, прицел сбился. Вот, это наша группа, сейчас отправила в чат, группа мобильный стори-теллинг, там все анонсы, там все воркшопы, вот эти трехчасовые, они в виде мероприятий, а вот этот ежедневный, он там приспичен, в смысле, при... забыла слово, не важно, на самом верху он прикреплен, вот, чтобы его не потерял, чтобы он не потерялся. Так, коллеги, надеюсь, вам было полезно, то, что мы сегодня вам рассказали. Если есть вопросы, задавайте, если нет, то, в принципе, мы рассказали то, что хотели. Вот, спасибо большое за участие, вот, и кому интересно, я жду вас сегодня в три часа, ссылка будет в группе мобильный стори-теллинг, там это анонсировано как мероприятие. Вот. Спасибо большое всем участникам. Хорошего дня, не болейте, самое главное. Держитесь. Все будет хорошо. Да, всем хорошего дня, счастливо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.